Артем Горюнов, капитан самарской слэдж-хоккейной команды «Ракета», в этом виде спорта всего полгода. Но уже выступил на Всероссийском фестивале по адаптивному хоккею в Сочи. Для него игра больше, чем просто игра. Это его жизнь, рассказывает спортсмен. К каждому матчу он готовился как к финалу Паралимпийской Олимпиады. Вот и в заключительном матче турнира Артем был главным распасовщиком команды. В итоге самарская «Ракета» выиграла со счетом 2-1. Я очень рада, что мы победили. Мы еще поедем в Саратов и там победили. С самарским слэдж-хоккеистом от 10 до 15 лет. У каждого проблемы со здоровьем. Поэтому мальчишки и девчонки не могут играть в классический хоккей. Однако желание и усердие стать мастерами спорта у них не отнять. Самарская «Ракета» на фестивале в Сочи сыграла всего три матча. В группе «Г» два досадных поражения. 0-11 от «Альметьевского нефтяника» и 0-6 от «Сочинской энергии жизни». Зато третья игра прошла полностью по сценарию «Ракетчиков». Уверенная победа 2-1. Обе шайбы на счету Павла Голубовского. В итоге самарская «Ракета» заняла 11-е место из 12 возможных в дивизионе «Новичок». Здесь было все красиво и удобно было то, что всегда играть в шайб учатся в 18-ти летах, в том-то, в зоне моего «Ракета» команды. И я наконец-то пробовал кидать сверху. Это был мой первый раз, когда это взяли. В каждой категории хоккеисты получили не только памятные подарки и медали, но и индивидуальные призы за достижения в адаптивном хоккее в турнире в Сочи. Михаил Ермоленко, Сергей Кезоркин. События.